Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Навеки в строю. Типографии Чубаксар бесплатно печатают фотографии для акции «Бессмертный полк». Семейное счастье. Супружеская пара отметила бриллиантовую свадьбу. Я бы в рабочие пошел. Чубаксарские студенты готовятся к национальному чемпионату WorldSkills. В республике завершается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Организационного комитета, на котором обсудили последние приготовления к празднику. Празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне должны пройти на самом высоком уровне. Такое задание дал сегодня всем организаторам глава Чувашии Михаил Игнатьев. Накануне праздника и непосредственно 9 мая в республике запланировано 2500 мероприятий. Основные по линии Министерства труда и социальной защиты. Помощь ветеранам, как материальная, так и социальная. Волонтеры помогают в уборке, ремонте домов, проверяют условия жизни. Министерство здравоохранения провело ежегодную диспансеризацию ветеранов. Организовано лекарственное обеспечение. Сейчас идет проверка памятников и обелисков. В некоторых муниципалитетах местные власти еще не приступили к ремонту. Традиционно 9 мая на Красной площади Чебоксар пройдет парад, а следом прошествует бессмертный полк. А в 22 часа небо раскрасит праздничный салют. Россияне готовятся к акции «Бессмертный полк». Те, кто собирается пройти в нем в первый раз, сейчас делают штандарты с портретами своих героев Великой Отечественной. В двух типографиях «Чебоксар» для акции фотографии печатают совершенно бесплатно. Это два моих деда. Первый дед Краснов Константин Степанович. Он был разведчиком. Он служил в Белоруссии, в Пинских болотах. Вернулся с войной инвалидом. Он меня на руках еще маленько поносил, называл «Ласточкой». Кроме снимков двух своих дедушек, Елена принесла фотографии родственников мужа. В их семье много героев. Кто-то, как Константин Краснов, вернулся. А кого-то они помнят молодыми по черно-белым карточкам. В типографии фото увеличат, если нужно отретушируют, соответствующим образом оформят. И 9 мая ветераны семьи Михайловых встанут в строй бессмертного полка. В этом году к ним присоединится и Николай Ефимович Беззубов. Война застала его в 4 утра на летном поле, а закончилась для него на Дальнем Востоке, в Харбине. Был ранен и несколько раз бежал из плена. Второй раз уже плутал-плутал, и его подобрал в каком-то селении дед. А он уже был почти в замерзшем состоянии. Он его привязал к телеге, и чтобы его отогреть, он его за собой и привел. Хотя, говорит, снаха очень ругалась, но он сказал этот дед, что мой сын, может быть, тоже кто-то, может быть, также поможет. Потому что у них в селе, там недалеко немцы, они очень боялись, но все равно помогли ему. Помочь участникам акции в типографиях решили, потому что такие истории есть в каждой семье. И у меня был дед, который прошел войну, помню детские годы, когда мне демонстрировал телевизор кадры из эпопеи освобождения, документальные кадры. Дед мне говорил, вот это мои танки, третья гвардейская танка и армия едет, и вот это мой танк. Мы хотели сделать что-то доброе для всех тех ветеранов, которые есть, и для той памяти, которую мы можем все поддержать. Только пока наша съемочная группа работала в граните, заказать фото пришли четыре семьи. Сотрудники отмечают, если вы тоже хотите напечатать фото своего ветерана, затягивать не стоит. Желающих много и принимать заказы закончат 5 мая. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Они вместе уже 60 лет. Супружеская пара Шабровых отметила бриллиантовую свадьбу. Своими семейными историями они поделились нашей съемочной группой. Мы чествуем супругов Шабровых. Участника Великой Отечественной войны Алексея Николаевича и ветерана труда Рузу Петровну с бриллиантовой свадьбой. На войну Алексей Шабров попал только в 1944 году, но успел с лихвой испытать все ее тяготы. А познакомились молодые люди, оба, кстати, уроженцы Цивильского района, в далеком 1952 году в Чебоксарах в театре. Ей было 17 лет, ему 25. До свадьбы встречались 4 года. Я все думал про нее. Думаю, как тут пропустить. Она же моложе меня на 8 лет. Думаю, я сомневался еще, что она согласится за меня замуж. Ну, согласилась, вот, я ее все берегу. Девушке молодой и статный парень сразу пришелся по душе. День свадьбы Руза Петровна помнит до сих пор. На такси. Это было очень богато. Вот говорили, на такси ее привезли. Я стала плакать. Вот они пришли, все, собирается. У меня еще бабушка была. А что ты плачешь? Ой, а мне показалось, уведут меня в этот дом мой. Как я буду? Где я буду? С тех пор Роза Петровна о своем выборе ни разу не пожалела. Муж всегда ценил и уважал ее. Советовался в самых сложных жизненных вопросах. Вместе ездили на отдых в санаторий и путешествовали. Вместе плечом к плечу возились на грядках. И также дружно и ладно воспитывали двоих детей. Мысль о том, чтобы разойтись, никогда не посещала ни Алексея Никоновича, ни Розу Петровну. Сегодня они оба с удовольствием делятся секретами долголетия супружеской жизни. Он, знаете, кулинар такой. Ага, вот дочка стоит и спечет пирожки. Еще что печешь? Запеканки. Запеканки. Да, еще? Печенье. Печенье. Это его, он там полный. А супы? Супы, все делает. На кухне говорю, ты устаешь. Не стираю. А ему это в радость. Вот это и есть любовь. Сегодня Шаброва, как и 60 лет назад, поставили свои подписи. Но уже в книге почетных юбиляров. И снова, как в день свадьбы, Роза Петровна не смогла сдержать счастливых слез. Дорогие друзья, горько! 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 Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Александр Петров. Республика. В эти дни в чебоксарских школах стоят часовые у Знамени Победы. Так называется акция, которая уже в третий раз проходит в столице республики. В течение дня ученики той или иной школы поочередно несут вахту памяти у копии Знамени Победы. А затем передают его другому учебному заведению. В 53-й школе в этом году стояли пяти- и шестиклассники. Командир пятого кадетского класса признается, стоять неподвижно, сложно. Но он знает, ради чего это. Ради того, чтобы люди никогда не забывали про войну. Это было сложновато даже не шевелиться. В один миг ты прям понимаешь, что там уж так сложно, ноги затекают. У меня воевал прадедушка с папиной стороны. Он почти дошел до Берлина. На сегодняшний день копии Знамени Победы побывали уже в 27 чебоксарских школах. Завтра, 4 мая, глава Чувашии Михаил Игнатьев выступит с докладом на совместном заседании Государственного совета и комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. На обсуждение будут вынесены три блока вопросов. Предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. Более подробно мы расскажем вам в наших завтрашних выпусках. Информационные технологии плотно вошли в нашу жизнь. Еще пять лет назад никто не мог подумать, что такси можно будет вызвать через мобильное приложение, а заявление в ЗАГС подать при помощи интернет-ресурса. О достижениях республики в сфере IT говорили на сегодняшнем форуме. Пять лет назад в республике заработал единый портал Госуслуг. С его помощью можно выполнить практически любые операции. От оформления земельного участка в собственность до оплаты штрафов в ГИБДД. Заместитель министра информационной политики отметил, что сегодня республика находится на третьем месте в рейтинге оказания Госуслуг. Кстати, в этом году портал Госуслуги ждет ребрендинг. Несмотря на то, что мы не стоим на месте в вопросах внедрения IT-технологий, проблемы в этой области остаются. Это прежде всего дефицит кадров, это качество подготовки специалистов, это преподавание естественно-научных дисциплин, в частности информатики в школах. Наконец, для республики наиболее актуальным является увеличение количества предприятий, относящихся к отрасли IT. И мы рассчитываем, что эти предприятия будут сформированы молодыми выпускниками, специалистами высших учебных заведений. Популяризация Госуслуг в электронном виде – одна из главных задач в регионах России на этот год. На реализацию мероприятий с объектом на конкурсной основе будут выделены федеральные субсидии. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. До старта национального чемпионата WorldSkills остается две недели. 109 компетенций, 4 дня соревнований, лучшие молодые специалисты сразятся в профессиональном мастерстве. Чувашию представляют 5 участников по 5 направлениям. О том, как готовятся ребята в нашем репортаже. Когда плетешь, не надо их перетягивать, а то разрывают при выпечке. Это один из секретов приготовления халы – плетеного хлеба. Полина Николаева заплетает жгуты из теста в косу за полминуты. Ловкость рук и никакого мошенничества. С такими навыками в парикмахеры делать прически. Но Полина – будущий хлебопек. Хальное тесто – это похоже на сдобное. Там большое количество яиц, масла, немного сахара. За плечами девушки несколько этапов соревнований WorldSkills. Последний – отборочный – проходил в Якутии. Полина – в шестерке сильнейших. Теперь впереди национальный чемпионат. Каждый день я готовлюсь к этому чемпионату. Делаю разные модули. Пытаюсь найти что-то новое, пробовать. 4 конкурсных дня и 7 модулей. В каждом несколько заданий, выполнить которые непросто даже профессионалам. Одно из самых сложных – создать арт-объекты с теста. Тема – арабские сказки. По сути, почти художественное произведение. Мы решили показать арабский город, замок, арабские цветы, например. В конкурсе арт-класс не пробуется на вкус. Оценивается только внешний вид. По соседству с Полиной тренируется Анжелика Михайлова. Ее стезя – поварское дело. Под руководством педагога она готовит макароны, французские пирожные. Тесто нужно правильно вымешивать, нужно соблюдать все температурные режимы, чтобы у макаронса были юбочки правильные, чтобы они не расплылись и не трескались. Приготовление горячих закусок, блюд из рыбы и мяса, десертов с кремом и ягодами – Анжелика должна доказать. Она – повар-универсал. Мой распорядок дня – это, чтобы просто прийти вечером домой, поспать, уже вставать, уже по мере того, что ты выспался, не выспался, встаешь и просто приходишь сюда, и мы целый день здесь отрабатываем. Тем не менее, это для меня большой опыт. И я постараюсь в первую очередь доказать себе, на что я способна, а не другим. Педагоги готовят своих подопечных не только технически, но и морально. Мы обращаем внимание на стрессоустойчивость участника. Национальный чемпионат – это борьба и, наверное, выявление всех отличных качеств именно у студентов, так как возраст до 22 участников, поэтому для них это сложное задание. Кроме поваров и хлебопеков от Чуваши на национальном чемпионате выступят кондитеры, плеточники и электроники. Победители смогут принять участие и в международных соревнованиях. Ближайшее – в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Татьяна Леонтьев, Олег Якимов, Республика. «Если ты крутой работник, приходи на наш субботник». Именно так в этом году горожан, независимо от должности и возраста, приглашают принять участие в весенней уборке столицы. Очередной общегородской субботник собрал тысячи человек. О том, что большой чистки в городе быть, предупредили заранее в клипе. Главные герои экологического хита – администрация города Чебоксары, руководители ведомств, отделов. В минувшую субботу они своим примером доказали, что умеют быстро и эффективно работать не только в кабинетах, но и на природе. Сегодня такая солнечная погода, звучит музыка, работа идет спорно. И приятно смотреть на результаты своего труда. Когда город очищается, под опавшими листьями появляется зеленая трава, скоро зацветут деревья, и наш город будет еще краше. По всему городу орудовали бригады с граблями, лопатами, метелками. За чистоту сквера имени Чапаева отвечали сотрудники администрации главы Чувашской республики, Минспорта, Минфина, Гостехнадзора Чувашии. Сквер Чапаев выбрали, потому что здесь мы всегда с детьми гуляем. И, во-первых, центр города. Хочется, чтобы он благоухал, выглядел красивым. И наши горожане приходили и наслаждались этой красотой. Работа спорилась. Прошлогоднюю листву вычищали из всех закоулков, случайный мусор убирали, подметали дорожки. Наравне со взрослыми трудились и маленькие чебоксарцы. Детей тоже надо приучать к труду, чтобы они умели работать, чтобы они любили чистоту, не мусорили, к культуре приучались. Если он уже сегодня соберет, он уже будет знать, что мусорить нехорошо. Буквально за пару часов сквер Чапаева площадью в 6 гектар преобразился. Общими усилиями вывезли весь мусор, побелели деревья. Чисто, светло и уютно должно стать и в других районах города. Без помощи горожан убрать территорию в столь короткие сроки и поддерживать чистоту, мы считаем, это очень сложно было бы. Я хочу поблагодарить всех горожан за активное участие в уборке территорий города. Кстати, грабли, метлы, совки, перчатки и мусорные мешки участникам масштабной уборки выдаются бесплатно. А мы напоминаем, наводить чистоту в городе в этом году будем до 20 мая. Именно тогда закончится экологический месячник. Галина Титарчук, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Наши новости можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин